Всем привет! Едем на ферму собирать урожай винограда. Сегодня очень жарко, солнечно, я надеюсь, мы там не обгорим сильно. У нас на это уйдет полчаса, я думаю, и за это время я надеюсь вам сказать что-нибудь интересное. Смотрите, это свалка машин здесь поблизости. И там еще. Интересное место такое, здесь сразу все. Здесь свалка и поля. Мы сегодня с другой стороны не заезжаем. Вот здесь, ну вот здесь. Ну, муж остановил показать мне что-то, какое-то растение, ягоду что-нибудь. Только он мне на своем языке объяснил, я не поняла вообще что оно. Это свалка. Это мебель? Нет. Ой. Ну вот что-то, какие-то ягоды. Говори, что это можно пушить. Однайдер. Говори, что это очень вкусно. Я, конечно, протеру его. Я обычно не ем, не помытая, не знаю. Руки не на чистые, я тоже. Сейчас попробую. Похоже на яблокиспорточка внутри. Говори, что это очень вкусно. Маленькая губка. Маленькая губка. Говори, как губка. Косточка занимает пищи всю ягоду. Вот эту? Вот эту? Да. Смотрите, это поле перекопали для картошки. Картошку у них сажают два раза в год. Вот сейчас в августе будет скоро посадка к картошки. И потом зимой, где-то в декабре будут собирать рожай. Верезай. 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 Все, приехали. Выходим и начинаем собирать виноград. Вот такой огромный виноградик. Смотрите. Я его пробовать сейчас не буду. Наверное, возьму домой и дома помою. Потому что он сильно пыльный. Пыли здесь много земли. Мож говорит, что мы можем помыть его здесь по поездке. Птицы нас уже опередили. Они съели большое количество винограда. Мы будем собирать остатки. Белый виноград. Видите, он мельче, чем вот этот темный. И большие грозди. Виноградины крупные. Смотрите, тоже какая большая гроздь. Вот они у них там растут. Здесь на границе между одним полем и другим. Между разными хозяевами. Смотрите, вы видите на поле. И там другое. А здесь, смотрите, виноградик у них в загородке растет. Вот так. Сейчас мы позаглядываем. Конечно, от пиццы загородка не спасает. Вы готов чикен? Прежде чем собирать виноград, мы решили навестить курятник сначала. Здесь, смотрите, много сухих деревьев. Раньше здесь были цитрусовые деревья. Много апельсин, грибрутов. Еще когда я приехала сюда пять лет назад, здесь все было зеленое. Потом они решили прекратить выращивать апельсины. Их с мужем пытались продавать. Цены у них приходилось ставить очень низкие. Потому что по нормальным магазинным ценам люди так просто не покупали на ярмарке. И вот теперь пришлось отключить их полностью от подачи воды. И деревья сохнут. Деревья, которые уже полностью высохли, муж их распиливает и продает на дрова. Так что зимой, если получится, я запишу вам видео о том, как мы с мужем пилим дрова, собираем. Муж пилит, я собираю, помогаю. Жалко, конечно, такой сад был шикарный. Апельсины были вкуснейшие просто. Видите, какая роща. Огромная плантация была. Говорит, было 300 деревьев здесь. Представляете, очень жалко. Часть из них он уже вырубил. Вот там дальше, если видно, там есть поле. На этом поле он уже сеет пшеницу. Так что здесь скоро тоже будет поле и будет кругом пшеница. И вот мы как раз добрались до курятника. Курочки. По-моему, они меня боятся. Ферма эта заброшенная раньше у родителей мужа. Ой, смотрите, какой ящер бегает. Здесь, кстати, много таких ящериц огромных. Так вот, у родителей мужа раньше была огромная ферма. Здесь были животные, козы, овцы. Тут, кстати, тоже раньше был курятник. Вначале у них было два курятника, они держали две разновидности курочек. Одних на мясо, других, которые яйца несут. Сейчас остались только те, которые несут яйца. И муж каждый день приезжает, чтобы их покормить. Вот видите, здесь уже такое все на металлолом стоит. Иногда разные неблагочестивые люди сюда захаживают, разворовывают. Тоже на металл разные вот эти штуки. Так что, смотрите, видите, это домик старенький. Раньше он был жилой дом. Здесь жила семья моего мужа после войны. У них была ферма как раз вот на этой стороне, на Южной. Муж говорит, что они разбили яйца. Если к ним приезжаешь не с самого утра, то они обычно разбивают яйца. Сегодня нам досталось только одно яйцо. Обычно каждый день они несут шесть яиц. А здесь они держали кроликов. Видите, тоже вот эти заброшенные клетки. Тут у них была автоматическая подача воды. Теперь эти клетки стоят вот такие заброшенные. Моему кролику тоже нужна сейчас большая клетка. Он пока живет в маленькой клеточке. Но пока он маленький, ему хватает места. И смотрите, и вот еще, гляньте, сколько много. У них было тут целое производство. Ну, это люди профессиональные фермеры. Они занимались этим всем профессионально. Смотрите, тоже клеточка какая симпатичная, заброшенная. И там еще, видите, так много. Вот разные металлические конструкции. Это похоже на повозку, наверное, мне перевозили овец. Вот такого типа. Сейчас поближе посмотрю. Сейчас спрошу мужа, что это такое. Там тоже клетки кроличьи, видите. Много всего тут интересного. А здесь гранатики. Муж говорит, что эти гранаты, обычно их съедают крысы изнутри. Видите, они все выеденные полностью. Вы верите в то, что это делают крысы? Я лично не знаю. Конечно, вероятно. Но крысы тяжелые. Как они по таким тоненьким веточкам сюда залезут? Тут, поскольку никто не живет, очень сложно уследить. Так бы они и травили этих крыс вовремя просто. А так... Ну, если это, конечно, крысы делают. Но если муж говорит, то он знает. Он же фермер. А это, смотрите, огромное-огромное количество коробок для картошки. Тоже было производство картофеля здесь для чипсов. Один большой завод покупал для производства чипсов. И теперь осталось огромное количество деревянных коробок. Муж говорит, что это для перевозки овощей, не для перевозки скота. Where can wash my grapes? Здесь тоже инжир сейчас муж будет собирать. А я пока что пойду помою виноградинки, которые мне достались. Вот эти. И буду их кушать. А это большие оливковые деревья. Сюда мы тоже приезжаем в декабре. Они плодоносят где-то через год, через два они каждый год. И вот, возможно, в декабре мы сюда приедем, чтобы собирать оливки. Что-то оливок я здесь не вижу. Какая-то маленькая одна, смотрите, маленькая. А, вот, кстати, да. Вот, в некоторых местах есть. Не знаю, если эти деревья дадут в этом году урожая, то есть у нас еще в другой деревне тоже участок с оливками. Туда мы тоже ездим рвать оливки. Ну, тоже где-то через год. Оливковые деревья иногда делают холидой. А это тоже что-то такое интересное. Не помню, спрашивала или нет он уже. Сейчас пойду спрошу. Скушаю виноградик и спрошу у него, что это за дерево. Листочки у него такие, хотя выглядят не супер. Видно ему жарко здесь. Оливки они все еще поливают, в отличие от цитрусовых. Потому что оливковое масло киприоты кушают в больших количествах. Такие тут спартанские условия. Муж говорит, что водитель вода чистая. Ею можно помыть виноградик. Тоже автоматическая подача воды у этих оливковых деревьев. Сейчас снимем по образу сахара. Вкусные. Вау, какой он вкусный, сладкий. Просто обалдеть, супер вообще. Обычно косточки не ем, а этот ем прям с косточками. Вообще супер, класс. Если вы не пробовали виноград на Кипре, приезжайте, попробуйте. Это просто обалденный виноград. Сейчас спрошу, что вот это такое. Интересно, его можно вообще кушать или нельзя? Ладно, сорву одну веточку, чтобы он точно понял, что это. Вот такую веточку. Дарлин! Что это три? Что это? Это фрукты? Вы их можете съесть? Нет. Нет? Что это? Глю. Глю? Что это? Глю. Глю. И поставить на стык, чтобы они подключатся. Что это? Один веточку скажи мне, что это? Сейчас, минуточку, спрошу, что это. Один веточку скажи мне, что это? Что это? Это производит какой-то клей. Вот так вот. Потом они режут ветки с гранатового дерева. Они мажут клеем эти ветки граната. Потом они берут эти ветки, они их устанавливают на другое дерево, например, на инжир, который здесь. И они ловят птиц. Говорят, что птицы клеятся на этот клей. Представляете? И они их кушают. Но птицы, знаете, такие как воробьи там маленькие. Он говорит, что сейчас это стало как нелегально. И это считается как краем, как преступление. Если они поймают за это преступление, то, я думаю, там грозит реальный срок. Но дерево до сих пор осталось, представляете? Так что это дерево для криминалов. You have more? Мой муж собрал больше винограда, чем я. Вот смотрите. Так что сейчас я еще покушаю. Уже проголодалась, пока мы тут ходим. Here you have this pipe. Какой виноградик красивый, супер. Но белый виноградик он тоже вкусный. Очень вкусный. Но он такой мелкий, по сравнению с вот этим красно-синим, который такой крупный и сладкий. Вы говорите, что это новое, да? Вкусно. Вкусно? 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 Вкусно. А здесь он уже лучше? Нет. Сейчас я вам покажу заброшенный вольер для козочек, овечек. Идемте вместе со мной. Здесь, конечно, столько травы, сколько сорняков. Я уже потратила очень многих. И сейчас покажу вам. Смотрите. Вот такой вот вольерчик, видите? И там домики. В комнатке прям. Жалко, конечно, смотреть на такое заброшенное хозяйство. Представляете, раньше, когда еще отец моего мужа занимался всем этим, как-то было шикарно. Я думаю, там кактусы вдалеке. Сегодня, чуть позже, мой муж вернется сюда уже сам без меня, будет собирать кактусы. Эти кактусы мы... Точнее, плоды кактусов. Давайте подойду поближе. Вы посмотрите. Мы их продаем по воскресеньям на ярмарке тоже. Смотрите, как много. Видите, целые заросли. Скоро моя мама приезжает, она будет первым клиентом. Тут есть и поменьше плоды, и покрупнее. Вообще опасно находиться рядом с этими кактусами. От них могут перелететь иголками, особенно если ветер. Этими иголками можно очень сильно пораниться. Ладно, пошла искать моего мужа. Он уже пошел без меня собирать виноград. Вот это финиковые пальмочки, рядом с домом заброшенным. Молодые, не знаю, наверное, сами выросли. На этой ферме уже давным-давно никто хозяйство не ведет. В этом доме уже давно не живут, лет 15, наверное. Я вам сейчас покажу что-то страшное просто. Гляньте, какой огромный паук. Я такую громадину в первый раз вижу. Вот, вам видно? Смотрите, сейчас сяду, вот оно. На фоне неба, гляньте, какой огромный. А ну-ка, резкость на виду сейчас. А ну, смотрите, так видно, нет? Может мне как-то отойти ближе дальше? Такая громадина, ну просто огромный. Он, я даже не знаю, как вам сказать, какого он размера. Прям даже опасно к нему подходить. Набросится и съест. Смотрите, какой. Я на него сейчас снизу смотрю. Интересно, какой он с другой стороны. Я даже боюсь обходить. Надо посмотреть. Yes, I'm here. I found one big spider. It's huge. Сейчас обойду с другой стороны. Вот так, вместе с деревом. Потому что боюсь попасть в его сети. Ой, сколько тут травы колючей. Большой. Так, вот оно. Сейчас мы на него посмотрим. Или наоборот, то был вверх, а это низ. Слушайте, я не разбираюсь в этих пауках вообще. Но этот просто монстр. Вы любите пауков рассматривать? Напишите в комментариях. Я, конечно, не очень. Но эта громадина, она меня просто удивила. Это вообще что-то с чем-то. Ладно, идем. Идем дальше. Идем собирать виноград. Видеоколекция, фикс. Солитов? Нет. Пока муж содрает виноград, давайте немножечко пойдем еще что-нибудь посмотрим. Погуляем где-то. Деревня начинается здесь, с этой стороны. А тут, видите, уже вырубка апельсина идет полным ходом. Тут остались стволы. Крону уже муж спилил. Потом он эти оставшиеся стволы при помощи предозера выкапывает отсюда. И распиливает. А здесь тоже точно так же. Вот осенью займемся с ним. Мы обычно приезжаем, муж пилит. Я собираю и складываю все это в машину. Вот вы эту, видите. Ну, там сзади кузов. Как раз места достаточно для большого количества этих дров апельсиновых. Знаете, апельсиновые дрова здесь очень востребованные. Один вот такой кузов стоит 100 евро, чтобы купить на зиму себе. Люди этими дровами топят, у кого камины, топят дома. Они очень приятно пахнут, когда сгорают. Апельсиновая древесина. Также вот веточки, которые у нас остаются, уже небольшие. Потому что люди покупают, как правило, предпочитают покупать крупные дрова, красивые. И вот такие среднего размера веточки, ну, вот такие, скажем, мы с мужем используем обычно, когда запекаем рыбку на барбекю. Когда муж делает сашлык, сувлаки. Еще когда его мама готовит седо в печи. Тоже она обычно кладет вот такие дровишки. Апельсиновые, лимонные. Смотрите. Тоже жалко деревца. Представляете, сколько деревьев было. Вкусные были апельсины. Но такой сад очень дорого содержать. Уходит где-то около 500 евро в год для того, чтобы его поливать. Представляете, только на воду 500 евро в год надо. Он должен приносить хорошую прибыль, чтобы это оправдывалось. Но он, к сожалению, не приносил столько прибыли. Мы с мужем ездили, продавали, распасовывали пакетиком. Конечно, когда я приехала, было очень много работы для меня здесь. Зато фитнес не нужен, кстати. И воздух хороший. На воздухе работать тоже иногда полезно. Пойду посмотрю, какой там улов у мужа. Сколько урожая он собрал за то время, пока я с вами общалась. Пока что одно ведерко. Это с того винограда, который в заворотке. Я смотрю, там еще много виноградинок. Много гроздей. Сейчас помогу ему немножко. Я вам сейчас покажу мои ноги. Смотрите. Запачкала, поцарапала. Хорошо хоть одела старые-старые шлепанцы. Конечно, мой педикюр очень красиво смотрится на такой ферме. Сейчас приеду домой и буду все это отмывать. Вот из-за конь этого. Она жива? Смотрите. Смотрите, какая гусеница на виноград напала. Смотрите. Зеленая-зеленая такая. Кушает наш виноградик. Сейчас мы ее со всех сторон заснимем. Бандитка такая. Смотрите. Напала на виноград и кушает. Вот такой вот урожай мы собрали. 9 ведерок винограда. И теперь будем делать виноградный сок. Из этого виноградного сока будем постепенно варить традиционный кипрский десерт по лузере. Хотя вот этот я им не отдам на сок. Буду кушать его сама. Будем сейчас ехать домой. Муж еще будет сок выжимать из винограда. Давненько меня здесь не было. Сегодня выпала такая возможность. Захотелось поделиться с вами моими впечатлениями. Порвала один шлепанец. Конечно, по таким кочкам ходила. Надеюсь, это видео вам понравилось. Если вы приезжаете на Кипр, помните, что Кипр это не только море и пальмы. Желаю всем приятных отпусков. И до встречи в новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok